Особое мнение на 101FM Сейчас как раз во втором части дневного разворота Говорили об усложнившейся дорожной ситуации В районе перекрестка Московской, Романа Ердяковой и Солнечной Вот вы что по этому поводу думаете? Ваш комментарий? Оцените произошедшее Семь раз отмерить, один раз отрезать Это самое главное Ну и потом нужно прислушаться, конечно, тем, кто Выстраивает все эти погодные метеоусловия в нашем регионе К здравому смыслу Ну вот, как минимум На мой взгляд, это ведь не какие-то высшие силы Это не какие-то идолы и божества Иногда это высшие силы, иногда демоны Конкретные, которые погружаются в человека и управляют им На мой взгляд, это очередная проблема в людях Вот это же люди делали И строили, и разрешали, и организовывали И в том числе в тех людях проблемы, которые ломанулись Вот я так это оцениваю Слушайте, вот все почему-то людей ругают Мусор в городе люди собирают Как бы ни САХ, ни, ну понятно, ни управляющая компания Ни глава города, ни причем люди Люди виноватые Вот они ездят и портят дороги, а потом им ремонтируешь Потом там они, так сказать, на покупальный машин Потом пробки на устрой Во всем виноваты люди Но надо делать для людей Пьют воду Человечески Люди, вы слышите, да? Нет, это те нелюди, которые там планируют И, к сожалению, не используют такие там достижения Современные, как логистика Как, так сказать Ну вот конкретно, что в этом месте Из современных наработок можно было использовать Человек, который дозвонился, сказал Надо было кольцо пытаться делать Представитель ГИБДД, который был Нет, городской администрации, который был в студии Сказал, там маленькое слишком пространство Для того, чтобы полноценное круговое движение организовать Я присоединюсь к мнению Дозвонившегося кольцо Можно было делать Да, плюс представители ГИБДД говорили Что они доносили предложение До управляющих О том, что въезжать можно со всех сторон Выезжать в двух, то есть регулировать И там был отказ от собственника Они пригласили, его планируют сюда, в том числе В эту студию, это здорово будет Но мне кажется, что Опять же, ГИБДД сказала, что у них нет законного права такого Но надо писать вот эти, так сказать, аншлаги Хотя бы собственнику Ребят, вот выезжайте туда, сэкономите время Или деньги Или поможете друг другу Или возлюби ближнего Что-то такое Чтобы люди думали, понимали Потому что мы все заюзанные Современностью На нас набросали И мусор, и ЖКХ Столько проблем, что у нас даже иногда не возникает Возможности подумать Поэтому, если будут аншлаги Перед глазами такие Витящиеся или обычные Написанные С рекомендациями Мы с удовольствием Вы имеете в виду для водителя рекомендации? Не соглашусь с вами Подставлю под сомнение Багир Багирович У нас зачастую Я наблюдаю это уже Господи, сколько я наблюдаю 15 лет водительского стажа Огромное количество людей Которые не обращают внимания на знаки Стоит предписывающий Поворот направо Только лишь Он будет поворачивать налево Он будет вклиниваться в эту пробку Ему лень сначала повернуть направо Потом развернуться Дождаться разрыва в полосе Развернуться, поехать обратно Он не может себе представить Что можно так сделать Он лезет туда Тормозя весь поток А у меня другой вариант В общем, дело было не в машине И вот вторая часть этой поговорки Нецензурная Да Другое представление О том, что многое делается Без понимания о том Что это несет для граждан Для человека Плавно переходим ко второму вопросу Октябрьский проспект Октябрьский Ну хорошо Категорически Категорически Против его, так сказать Расширение дорожных полос За счет чего Я бы хотел Там несколько вариантов Уже рассматриваются Либо аллейная часть Либо пешеходная часть Я категорически против того Вообще, чтобы его расширять Потому что Ну как минимум Нужно вытащить людей Из машин В общественный комфортный транспорт Первое Поток, соответственно Уменьшится Аллею Ни в коем случае нельзя трогать Мы хотим там гулять С детками С собачками И так далее Причем обязательно Мешочки с собой носить Чтобы Все это за ними Надеюсь, что когда-нибудь Мы доживем Про полосу выделены Ну никак она там не ляжет Но на самом деле Зачем думать О глобальных вещах Если дело в деталях У нас не работает Эвакуация В принципе Вообще Ну у всех соседей Вот ижевцы приезжали На урбан форум Плавно переходим к нему Они говорили Что у них Не скачите так Успеем Она действует Как часы Почему не работает у нас Почему мы Сейчас космические корабли Начинают бороздить просторы А банально Нет эвакуации И мы не в состоянии Выстроить знаки На Октябрьском И поэтому там Организуются пробки Там не должны стоять машины Там не должно быть Вот этих вот Левых парковок Каких-то О чем мы говорим Выделенка Там будет всего лишь Одна полоса для транспорта Я думаю Что она не осилит Вот как только Мы пересадим Всех на общественный транспорт Мы сразу Это первая задача Ну причем По-моему Это ведь составные части Конечно Давайте решать В порядке приоритета Управление Концентрация ресурсов На приоритетных направлениях С минимальной степенью Неопределенностью рисков Есть неопределенность В том Что мы Думаем о выделенке Не имея Общественный транспорт Комфортный Пересаживая Загоняя людей В эти Частные машинки Маленькие коробочки Понимаете Это крайне важно Как только Мы это сделаем По порядку Вот номер один Общественный транспорт Сделали комфортный Дороги какие-никакие Уже есть Правильно Номер два Уже начали думать О том Как увидели поток Начинаем думать о том Как там все остальное Там парковки И так далее То есть это же все Комплекс мер Ну безусловно Ну вот Вы против выделенных Или вы сомневаетесь Что она там Возможна Я увижу это В тот момент Когда люди Добровольно Пересядут на общественный транспорт Для них будут созданы условия Мы все с вами Увидим О каких условиях вы говорите Хороший качественный Общественный транспорт Не вот эти Пердущие автобусы Которые воняют Уже надоело Реально Уже хорошо Светло Чисто Внутри Удобно Ну конечно Традиционный Плюс Наверное Миллер не едет к нам Может быть потому Что мы покупаем Там Миллер Газпром Да Представитель Газпрома Может потому Что мы покупаем автобусы Ну планируем их купить Мягко говоря Не на газу А на дизеле Которые можно украсть Да Например Отличная мысль А второе Почему-то У нас же официальные органы Ссылаются на то Что Миллер к нам не едет Что у него там график Очень плотный Вы спрашиваете Смотрите какая еще история Может быть он и обиделся К нам и Путин не приедет Потому что мы покупаем В Беларуси А не в Россию И при этом Без экспертного мнения Втихаря По моему Это подрывает В принципе Авторитет Управляющего Который принимает Подобные решения Таким образом Без экспертного Без общественного мнения Более того У нас была комиссия По транспорту И транспортной инфраструктуре При городской администрации Которую закрыли В первый день Урбан форума Причем Мы об этом даже не знали Мы писали Закрыли в смысле Ликвидировали Ликвидировали Мы туда входили Как общественники Вот я Бран Вы в том числе Да я конкретно Я три раза Был на совещании Потом более трех месяцев Оно не проводилось Мы написали письмо Я конкретно Представителю главе О том Что мы во первых Прочим Кто непосредственно Отвечал за работу От администрации Вот этой комиссии Кто непосредственно Чего было решение Об открытии А потом о закрытии В день урбанистического форума Как фамилия человек Ковалева Ковалева Была Во главе Этой комиссии Подождите Вы имеете ввиду Комиссию Город-администрации Или Гордуму В Гордуме Есть комиссия По ЖКХ транспорту Которую возглавляет Денис Ерохин Город-администрация Куда входили Во всяком случае Нас включили С Виталием Брамом Как общественников И мы на трех заседаниях были Я на всех трех поднимался И Помимо всех остальных Предложений Попросил все-таки Убрать эти Дымящие Чадящие пазики Потому что Сколько можно Первый раз Сидя Второй раз Строй Третий раз Я уже думал Что мне с этим делать Судя по тому Что они по-прежнему На улицах Вас не услышали Конечно Более того Я написал Острикову Остриков это Заместитель Главы администрации Города Кирова Который Соответственно Вел эту Комиссию Транспортную тематику С предложением Назначить Вновь Плюс Объяснить Почему там Принимаются решения Такие глобальные Фундаментальные Для города Где там покупают Тратится миллиард На автобусы И почему Даже нет Нигде Никаких сравнительных Анонсов Никаких Экспертных Мнений Сообществ Ну вообще Делается все Очень Какого рода Мнений сообществ Ну вот смотрите Какого мнения Почему эти берете Автобусы Почему не эти Газомоторные Не закупаются Первое Почему деньги Уходят в Беларусь И не тратятся В России Раз Второе Почему Я пояснил В Беларуси Потому что Производство Минского автобусного По заявлению Шульгина Ильи Главы администрации Города Кирова Которое было сделано Еще несколько месяцев назад Мы тратим Миллиард На 100 автобусов Которые покупаем И поставляем В город Киров Я вообще не знаю Насколько это С правой точки зрения Заявление было Как бы По правильным Сформулировать Ну оно было У нас единое Таможенное пространство Лизинг Но я делаю предположение Что тут все в порядке Ну давайте Давайте так Вот смотрите Решение О расходовании Миллиарда На ключевую Проблему Транспортной Инфраструктуры Да Может оно Проходить Вот так Тихо Завуалировано Без Экспертного Сообщества Без сравнительных Характеристик Без Резонанса Без общественного Мнения Я думаю что нет В каком формате Вы Багир Багич Видите обсуждение Это что Очередные слушания Общественные Должны были пройти По вопросу Закупки новых Автобусов Для областного Центра Как Средства Массовой информации Полосы Где можно Как минимум Статистические Сравнительные данные Внести Раз Второе Подобная комиссия В которой мы Присутствовали Участвовали Может включать Экспертное сообщество Которое действительно Могут отвечать На технические вопросы Плюс Представители Общественности Общественное мнение Общественной палаты Предположим При включении В общественную палату Вот есть форум Что не так Например Общественная палата Его поддерживает Ну что не так Вот это не так Вот так не должно быть В общем Некую дискуссию Конечно Главно переходим К вопросу Который вы указывали Относительно того Какой переход Западный или Восточный Нужно делать Так это тоже Экспертное мнение Которое нужно Анализировать И не просто Говорить так Вот тут Вася Скупил землю Вот тут Петя Как бы И мы сейчас Будем набивать цену Это все профанация Так не должно быть Это органы власти Вы не представляете себе Насколько это серьезно Должно вообще Проходить Более того Общественное мнение Должно мониториться Экспертное сообщество Должно высказывать Своё мнение Если когда-то В девяносто первом году Вот эта история была И мы сейчас Ее возвращаем Так она требует Экспертизы Это все Обновлять Конечно Елки-палки А заявлять Просто так сказать Что вот мы сейчас Сбреем этого дядьку Который был готов Уже здесь там Скупил всю землю На то чтобы там построить Набьем цену И сделаем так Невозможно Я вас умоляю Не скачите вы голубом Давайте вот мы сейчас Про западный обход заговорили Я поясню в чем дело Потом уйдем На небольшую паузу Багир Багирович Таким образом Комментирует Заявление первого Зампреда Областного правительства Александра Чурина Он сказал На днях Что вместо Западного обхода В нашем городе Надо строить обход Восточный По его словам Западный обход Не выполнит Той экономической задачи Которая вкладывалась В него Вот в начале 90-х годов Власти уже Расценивают его Как утопичный А восточный Обход Он соединит Киров и Кировочепецк С выходом на трассу Слободской Белая Холуница Вот что мы Ну да Во-первых Из уст человека Который заявил Своя рубашка Ближе к телу Когда речь шла О возвращении Задолженности По лоскому ЛПК Обокроченному Ему Успешно Где люди Семьи Ушли на улицу Уровень социальной Напряженности И преступности Возрос Судить О его заявлениях Мне тяжело И искренне говорю Вообще не понимаю Как эти люди Находят Ну как бы Приходят там Во власть Да Какой ценой Да Но если он что-то заявляет Без исповеди Без покаяния Было бы здорово Я бы ему сразу начал верить На самом деле То они должны Как минимум Предоставить Возможность Экспертному сообществу И общественному мнению Через общественную палату Провести это мнение Ну хотя бы Создать некое Понимание У гражданского общества Относительно того Что и как делается И тогда уже Ну может быть С одобрения Или как минимум Уведомления Начинать куда-то двигаться Нет Багир Багирович Я думаю Что это не окончательно Ну по моему мнению Это не окончательное Какое-то решение Потому что ранее Вот я слежу Все-таки за новостями Это популизм Не более того Никто не высказывался Еще так вот По этому поводу Что западный обход Нам уже как бы не нужен Давайте еще другое делать Я думаю Что обсуждение Оно еще вполне себе Может быть До рекламы До рекламы Я вот хочу два факта Осветить Смотрите Мы построили Была как некая договоренность Некоторых частных лиц Видимо Потому что государственными деятелями Их надо знать Очень тяжело После того Как вот Эти факты Всплывают Вот смотрите А строительство моста Серьезно очень В Вятских полянах Там Вятские поляны есть И какие там еще поляны Туда идет мост Круглые Круглые поляны Да Он такой серьезный Большой проект Я знаю эту историю Ее преодолеваешь И дальше ничего нет Это такой мост Как Керчь Ты туда проезжаешь На ту сторону И там тупик Представляете Сколько денег Это было потрачено Вы поверьте Это ошеломляет Вот это проект В который мы вложили Кучу денег Которая не пришла никуда Первое Второе То же самое Мы сделали Вот сейчас В направлении туда К Ежевск Я имею ввиду Я понимаю О чем вы говорите Мы несколько лет Там на эту дорогу достраивали Прямой выход на Удмурти Люди должны понимать Глаза в глаза Мы до Глазова довели дорогу И она опять упирается в лес Вот эти прожекты Вот такие мальчишки Которые Ну как бы Делают подобные заявления А оставляют И мы потом в этом живем А туда тратятся колоссальные деньги А потом мы спрашиваем Где нам взять деньги На автобусы Остановки Асфальты И так далее На качество и уровень жизни Для меня это очень серьезно Поэтому если даже это последний эфир сегодня Я все равно готов Не последний Я вам гарантирую Я буду Ну если это мое мнение Так и называется ведь программа Да Особое мнение Багира Шарифа Вот такое оно особое Я к сожалению У этих людей Знаю некоторых лично Поэтому Я не очень понимаю Как достигают они таких высот Но То Что потом происходит С их уходом Мы тоже видим И мы видим Что происходит сейчас Ну посмотрите Вчера пошли анонсы По Там арестам Позавчера там По Все события Которые сейчас нас окружают Ну в общем каждый день Много новостей Очень Багир Багирович Вы обещали прерваться на рекламу Давайте сделаем 30 секунд Пока в Монако Там идут обыски Прервемся на рекламу А потом мы уже Более размеренно Пойдем уже обсуждать Особое мнение На 101FM Ой Багир Багирович Давайте пожалеем Наших слушателей Давайте более размеренно Обо всем Да Вы упомянули Про аресты Я так понимаю Вы имеете ввиду Арест господина Ефаркина Да Ну Верно понимаю Накануне По делу Так называемому О парке победы Был задержан Леонид Ефаркин Один из учредителей Кировского завода Охотничьего И рыболовного Снаряжения Задержание Сотрудники ФСБ И полиция Не буду пересказывать Историю У всех на слуху Ваш комментарий Будут еще Фигуранты Ну конечно Поскольку у нас Сегодня плавные переходы Мне бы хотелось Это пересечь С Урбаном Потому что я пришел На этот великолепный Так сказать Форум За который Большое спасибо Илье Шкульгину Он так сказать Его создал Он показал нам Как это может быть хорошо Журналистам Не забудьте сказать Журналисты тоже принимали В ГУ Журналистам Всем Кто принимал В этом участие Огромное спасибо Хотелось бы сказать И Поскольку мы уже Увидели Как это может быть Мы ведь назад Возвращаться не будем То есть теперь Он должен это сделать Не сделает Значит Не надо было дразниться Сказал А говори Б Вот мне очень странно Было В президиуме Этого форума Видеть Ну того же Представителя Городской администрации Там был Быков Ныне Руководитель УЗС В недалеком Прошлом глава Находились В президиуме Этого форума Направленного На развитие города И те люди Которым мы должны Сказать спасибо За точную застройку За вот парк победы Это не мое мнение Спасибо в кавычках Видимо заявление Ну конечно И для меня Вот эти диссонансы Которые я встречаю В нашем городе Регионе Они как бы Ну Немыслимы Понимаете Поэтому мне бы Честно говоря Хотелось Чтобы каждый Получал По заслугам И очень Переживаю за него Ну молюсь Правда Но видно по человеку Как ему нелегко Вот видно Вы имеете ввиду Бывшему городскому главе Да Но Наверное Кто-то Из организаторов Должен был Обратить на это внимание Вот для меня Это было странно Это то же самое Что ты идешь на плаху Так сказать Обсуждать там Какую-то жизнь Вот удивительные вещи То как развиваются Эти события Говорит о том Что все Представители Действующей власти Должны помнить Что так случается Это неизбежно Это однозначно Поэтому вот По Урбану Конечно Это событие Если ежегодно Будет проходить Здорово Да Это большая ответственность Она нас Так сказать Подтягивает Плюс Конкретные Представители Которые приезжали Вот из Ижевска Парни Они уже там Прокачали всю рекламу Города И для нас Это может быть Крайне полезно И мы с ними Познакомились Очень было здорово Пообщаться И ребята Которые сейчас Делают концепцию Нашей транспортной Инфраструктуры Которая тоже Втихаря Кому-то там Отдается Каким-то образом Хотя есть где-то Видимо анонсы Которая не обсуждалась Общественно Которая не понимает Какие цели Преследует Техническое задание Но ребята Сказали что Вот это меня порадовало Очень То есть люди Заработать деньги Что-то там Продавить Отлоббировать Уже не ставят На первое место Хотят видеть результат Это тоже важно Я это пересекаю Крайне С нашим городом Поэтому за Урбан Спасибо Спасибо Ну давайте все-таки Еще про дело О парке победы Вы Я правильно понял Вы считаете Что еще будут Задержания Такие громкие И вы надеетесь Ну я вообще считаю Что Ничего Тайны Никогда Таковым Не останется Будет явным Это важно Просто Накануне Появились Разные оценки Опять же В интернетах Люди говорят О том Что Ну возможно Ефаркин Возьмет все На себя А более Так сказать Крупная рыба Останется На свободе Но тут конечно Это неблагодарное дело Можно долго Предполагать Размышлять И так далее Я думаю Что сейчас Такие душевные Страдания Переживания Дискомфорт Выхватывают люди Которых Вы называете Более крупной Рыбой Что Никакие замки Построенные Никакие блага Там Никакой бизнес Никакой доход стабильный Он Не поможет им От этого уйти Это те деньги Которые Ну дай бог Поправят здоровье И годы продлят Да Я молюсь за них Я молюсь за Быкова Молюсь за Чурина Искренне говорю Потому что Ну православие Это такая вера Которая предполагает Отделять грех от человека Поэтому душа Это одно И он всегда может измениться Я же помню Как я В раннем детстве Мог так сказать себе позволить Что-то Какую-то там Проказничать Да Вот он точно так же Просто в этом же детстве Находясь Наверное Каждый раз Вспомни Что-то такое Нехорошее себе Конечно Скелетов у всех Достаточно Если человек Преобразился Он понимает Что так может Сделать каждый Я поэтому призываю Просто абсолютно Искренне Призываю всех Именно к тому Чтобы человек Оглянулся Посмотрел вокруг По сторонам Что происходит В этом мире Тренды Сейчас там Арестовывают Монаке В Британии Всех Сбревают Уже Кипр Мы прошли Уже все Мы прошли Уже в нашей стране Смотрите Насколько это История Тяжелая И просто Постарался Как-то изменить Свою жизнь Ради того Чтобы как минимум Здесь не превратить Ее в ад Ситименеджер Илья Шульгин Еще в августе Этого года Заявлял О расчете Гороадминистрации На то Что земля Это в парке победы Победы Вернется В конце концов Городу У вас есть такая Уверенность Что она вернется Ну Я в него верю Я вижу его действия Которые В хорошем смысле слова Наверное Нам надо сказать Спасибо Что мы его стимулируем Да Вот Мы стараемся Его как-то Так сказать Сподвигнуть к тому Чтобы он был Хорошим управленцем Прозрачное действие Экспертное сообщество Приглашало Что он правило Правило Чтобы у него Не было искушений И соблазнов Да С одной стороны Я это вижу И стараюсь делать Но вот это Один из случаев Когда я понимаю Что ну Необходимо Конечно Делать ревизию Серьезную Я рад Что сейчас В АТП В управляющей Компании Действительно Прошли обыски Идут Ревизионные процессы Которые показывают Что наследили Мама не горюй Что АТП В унитаз Что Ленинскую управляющую Компанию Тоже там Вся в долгах Раскачали эти деньги Надо найти И вернуть Конечно же Но мне что важно Чтобы не переобулся человек На тему Сел на потоке И начал дальше Ими двигать Уже в других интересах Своих А чтобы он это делал Для горожан Для общества Понимаете Божественная история Она ведь приходит В жизнь каждому Стучится Ты можешь открыть А можешь отвернуться А дальше Тебя берут демоны И начинают мучить На разные темы Греха Порока И так далее Так вот я бы не хотел Чтобы сюда приходили Там люди Управленцы Которые просто Садились бы на потоке Отмывали Так сказать У старых Отжимали Но ведь как велик Согласный Заниматься именно этим Ну сейчас Все время Там текущая Современность Она Вопьет Буквально Смотри Ты просто посмотри Ты вот остановись Тупо И посмотри Что происходит И определись Куда тебе надо идти В ближайшее время Сделаем цикл передач Вот Отец Петр Там Позвони Петру Знаете Висит на колокол Сейчас собираемся На Спаский собор На Спаский собор Да пригласил Говорит Давай создадим Предпринимателей Православных И будем отделять Зерна от плевел Такая отличная идея Мы сейчас ее начнем Раскачивать И у меня первое Что в голову пришло Предложить Посадить Шульгина Поскольку у него Что сделать Предложить Посадить Ну за стол переговоров Шульгина Вы уточняйте Когда заявления Такие делаете Шульгина У которого Есть иконостас На работе Но Михаила Шихова У которого тоже Есть иконостас На работе И Петра И поговорить На тему мусорного коллапса Потому что мы его все видим Мы его все видим И вы знаете Это происходит И что-то мне подсказывает Что это еще цветочки Они перекидывают Друг на друга ответственность Но ведь мы в этом живем А мы в этом жить не могли Спасибо вот сейчас Балабанову Ване Который Прекрасное фото С театралкой Совместил Мусорный коллапс Вот этот перформанс Мы скоро начнем Таким творческим потоком Уже Как-то Что-то менять Потому что критиковать Это бессмысленно Им не страшно Они даже не боятся Они бога не боятся Вот о чем речь Понимаете Самое главное Так сказать А уж раз так Да что на них может повлиять Вот подобный перформанс Например Когда все будут понимать Что например Сейчас все понимают Что Кировская область Это самый криминальный С точки зрения Лесной отрасли Бизнес Самый Вот за пределами Кировской области Это так Мы в лес пойдем еще Так вот еще Мусорный Если он будет То мама не горюй Но мы в лес пойдем Почему Потому что Потому что я недавно Решил его закупить И мне сказали Что документов никаких Не дадим И так далее И тому подобное То есть я понимаю Что даже на местном уровне Поясните Для чего вы решили лес купить Для строительства Собственного Да-да-да Мне надо было баню Так сказать Делать А то Пояснили Это как хозяин Багир Багирич решил себе баню поставить Даже на банальном Таком частном уровне А вчера У нас сила и воля Посоветовались Кто-то там использовал Общественный контроль За дорогами За дорогами И сделали И сделали И слава богу А потом мы начали Обращать на это внимание И заметили Что да Что-то решается Начали решать Более активно И серьезно Поэтому Все кто делали что-то Они делали Результаты деятельности Виден Его не растереть Но не хотелось бы Работать там Втроем За 20 человек Первое И второе Ну наверное Нам необходим Другой уровень Некие такое Воздействие Влияние на процессы Более Так сказать Широкий Высокий Я не знаю На уровне Страны Кремля Москвы И так далее А вот Общественная палата Там должны прийти Новые люди Они должны получить Тот же драйв Они должны иметь Возможность Это сделать И я очень рад Что там Они собираются Будем помогать им всем Чем в состоянии Но вы-то пойдете? Или пока еще не живете? Я не планировал Я бы хотел заниматься тем же Но немножко на более там Ну мягко говоря Уровне А что там Какие еще Это организация Которую мы сейчас Продумываем Прокачиваем И в ближайшее время Всем сообщим Которая будет Это общественная организация? Да Пока это движение Делает дороги Потом делает ЖКХ Но мне бы вот Пожелание общественной палате Конкретно Сан Санычу Вот такое Хотелось бы Чтобы там были Конструктивные люди Которые могли бы Вот вы видите Этих конструктивных Давайте конкретику Вот есть Воробьев А есть Улитин Вот тот Улитин О котором много писал Бран Виталий Я лично его Как человека Так сказать Уважаю Но я понимаю Что если Мнение такое Не опровергается И оно неоднократно Присутствует О том Что человек Близок Монополии В сфере ЖКХ То наверное Не может он Возглавлять этот комитет А вот Воробьев Зависимый эксперт Комиссию Центр общественного контроля В сфере ЖКХ Это вы знаете То что вижу я Я вижу как парень работает Как объективно Конструктивно Он делает заявление Как он действительно Так сказать Показывает на Проблемы И добивается их решения Это вы Сергея Николаевича имеете ввиду Я имею ввиду Воробьева Андрей Воробьев Андрей Васильевич Я вижу как некоторые вопросы Просто так сказать Зашориваются Затихариваются Но в этом наверное Есть какой-то умысел Поскольку мы плавно Переходим к концессии Мы понимаем Что вот скажем Так сказать Компания Т-плюс Которая там Планирует подписать Эту концессию Не в ее интересах Показывать Прозрачные Так сказать Итоги Формирования Стоимости Гигакалорий Цены Показывать Проблемы Которые существуют У нее в отрасли Или Так сказать Вообще В этой системе ЖКХ Ну вот одно обстоятельство Где По договору аренды сетей С 2005 года По 17 По договору С С этой компанией Там 50 миллионов рублей Платилась аренда За сетку За всю сетку Которую арендовали Т-плюс Оно не может Не обратить на себя внимание Ну как это вообще Инфляция есть Все есть На протяжении Десяти лет Цена не менялась Ну вы знаете Ну казните меня Но я считаю Что там есть еще Левые договоренности При этом Либо халатность В чем их суть Тех же чиновников Поясните Ну для На ваш взгляд Если они есть Я назову это Халатность Органов власти Которые Не Регулировали стоимость Аренды сетей На протяжении Десяти лет Понимая Что в год Инфляция не менее Сети Семи процентов Вдет раз Второе Реальное Даже больше Наверное Конечно Второе у нас Ответ Есть на руках От Органовласти О том Что они К сожалению Не могут Предоставить документы Ранее чем 2013 года Поскольку По существующим Они уже удалены Как бы Они ликвидированы То есть Они не могут Вообще Рассказать Куда Направлялись Эти деньги У нас Ежегодно Вделяется 300 миллионов Рублей Для того Чтобы эти сети Коммуницировать Это инвестиционная Такая Некая Составляющая Капитально Ремонтировать Возобновлять И так далее И как вы знаете Предыдущий Глава Там Сейчас Находится Последствием Там В краже 62 миллионов И уже Имеет уголовное дело Уже имеются Какие-то там Серьезные Резонансные дела Так вот Это как раз По факту Т плюс Вы имеете Так вот Это по факту Просто Рассмотрение Одного года Работы С Вот этой суммой В 300 миллионов Куда и как Она была потрачена А представляете У нас 10 лет Вот мы эти 10 лет Не смотрели ни разу Никогда вообще В принципе Вот посмотрели на один год Опа Нет 62 миллиона Из 300 А на протяжении 10 лет Сколько Куда Отчего могла уходить Беда просто Кому ушли Эти деньги Ну вот Да Как они Если это не коррупция Это халатность Если не халатность То ну что это еще такое Предлагаю Объединить эти статьи Уголовного кодекса Халатность И коррупция И всем будет легче Ну да И смотрите Действующая Текущая концессия Которую мы подписываем На 35 лет В которой нет Ни одного Объективного условия То есть мы понимаем Что там Сумма 17 миллиардов Должна там За 35 лет Быть вложена В эти сети Эксперты говорят Что не менее 50 Первое Второе Это какие эксперты Ой сейчас Не хочу я публичить Но Но больше Как бы денег Ну все таки Хотелось бы Чтобы вы Более доказательно Что ли Звучали ваши слова То есть вы Общались с экспертами Так понимаю Наши эксперты Не наши Кировские Наши Научное сообщество Которое Ценник намного выше Называют Во-первых Намного выше Именно Стоимости Замены И капитального Ремонта Модернизации Этих сетей Но даже В существующих Условиях Концессии На 35 лет Если мы подписываем Договор Концессии То там существуют Очень Незначительные Такие критерии Скажем Ну что Вот такая сумма Должна быть потрачена Мы ее делим на год Если поделить на год Да Вот эти деньги 35 лет 17 миллиардов У нас получается 400 с чем-то миллионов Правильно Понимая Что на сегодняшний день Это примерно сумма Сегодняшнего Сегодняшнего дня Ну побольше Ну это примерно Сумма сегодняшнего дня О каких инвестициях Речь идет Вот инвестиции Наверное следующие Во-первых Это возможность Договор Концессии Подписает Гипотетически Дает Изменить Тарифы Для населения Причем Выше план Устанавливаемой РСТ Ну поскольку Там идет Обновление Сетей Давайте сейчас Жахнем То есть Напрямую Повлечет Увеличение Стоимости Услуг Ну вот накануне Как раз Региональная Рабочая группа По представительству Минигения Васильевича Сметанина оценивалась Там 18% Называлась Минимальная По-моему Ну да Ляжет на человека 18% Повышение Смотрите Смотрите Ну что Что на нас Ложится Вот я живу Сейчас Смотрю Шульгин Сказал Что мы Купим автобусы Сегодня Потратим Миллиард Завтра Уже Какой-то Представитель Органовласти Говорит Что мы Покупаем Автобусы Поэтому Сейчас Поднимем Транспортные Услуги Стоимость Проезда Вырастет Это первое Это первое То есть Несет благо За наш счет Второе Сейчас Мы Подпишем Концессию Уже Мы Слышим Что Те 7% Которые Возможно Уже Могут быть Больше То есть Опять же Вот классно Мы сейчас Будем трубы Менять Вроде как Опять Никто Ничего Не узнает И опять Все документы Куда-то Сгорят Канут В лепту Но опять же Вы будете платить Дороже Чуть-чуть Немножко Дороже В своих платежках Поехали Третье Вот мы сейчас Будем хранить Мусор И никто Не говорит Даже о сортировке И переработке Но тем не менее Опять же С 1 января Стоимость Вывоза мусора Опять же В платежках Будет немножко Больше То есть Все Ложится На плечи Гражданину Меня кстати Крайне не устраивает Что тариф мы узнаем В самый последний момент В декабре Когда вас поставят Перед фактом Ну как бы я В легком от этого Шоке Вот есть Вролинцы Которые управляют Городом Где там Находится Мусорный коллапс Есть Система Концессии Которые Проголосовали Депутаты Я думаю Что они Разделили ответственность Более того Впоследствии Это Ну мягко говоря Они могут Уголовную ответственность Разделить Потому что Непонятно Ведь они ведь Голосовали Парк Победы Те Прошлые А есть прецеденты Конечно Когда в Свердловске Например За какое-то решение Проголосованное Депутатами Их начинают Приглашать И В том числе К уголовной Они начинают Нести уголовную ответственность Действующие депутаты Они тоже Ее могут нести Впоследствии Но как Вот ты депутат Я не знаю Какой ты депутат Если без понимания Основных условий Концессии Ты голосуешь За то Чтобы ее подписать Это о чем Это значит Что тебя просто юзают Тебя используют Для этого Тебя купили Когда ты туда шел Или тебя купили Сейчас за решение Тебе что-то Обещали Но ты не можешь Находиться в этом Органе власти И мягко говоря Голосовать за то Что ты вообще Не знаешь Куда вырулит Это должны быть условия Это должно быть Приложение к договору Должны быть ясные Четкие расписанные позиции По которым Нужно было действовать И двигаться Чего мы По крайней мере Сейчас Не видим Мы не видим Вот это все Очень грустно 30 секунд Чтобы подвести итог За 30 секунд Слушайте Хотелось бы Чтобы он был Не слишком грустный Новый год У нас Я вообще Предлагаю Друзья Друг за другом Помолиться Так делают Даже за недруков Как пишется В том же писании Искренне Поотделять грех От человека От его души И постараться Сделать так Чтобы душа ближнего Была к тебе Поближе Чтобы ты Свою энергетику Туда Отослал В его Здоровье Благополучие Даже если он Мягко говоря Демонами Окутан Своими делами Обратное Демонстрирует Отмолить В общем-то Надо И этих ребят тоже Потому что Они сами Не ведают Что творят Ну а добро Как всегда Побеждает Как в любой сказке Это факт Спасибо Багир Шарифов Особое мнение На этом завершается Всего доброго До свидания Всех благ Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok